Даша, поздравляем с победой. Спасибо. Я так понимаю, что история противостояния такая жестокая. Со звездой началась именно в прошлом году, с их победой в этом турнире. Может быть, даже чуть-чуть раньше. То есть был момент, когда мы приехали с Настей на игру Кубка Санкт-Петербурга вдвоем. И мы тогда еще по серии пенальти проиграли тоже звезде. Ну да, можно сказать, именно такой более-менее турнир. А хотя нет, мы ездили сначала на Кубок Королев. Было такое, да. А потом был Интеркап. Ну и то, и то мы проиграли в финале. Причем с таким же счетом, кажется, с которым сейчас мы выиграем. Можно ли сказать, что сегодня было самое равное противостояние с ними за последнее время? Наверное, да. На табло это точно так, что это было равно. Хотя вот с Варей разговаривали сейчас. Вот в концовочке за 2 минуты она забивает, вываливается. И 5-2, да, 5-2 был счет. И уже, я думаю, было не так. Ну, иногда так бывает. Это пляжный футбол. Но сегодня было, да, непросто. Мы в таком, можно сказать, усеченном составе играли. Потому что там травмы, здесь травмы. Мы играли 5 игр подряд, как играли на кубке. Это не так просто, как кажется. А почему проиграли первый тайм? И за счет чего удалось включиться во втором? Я скажу, что мы проиграли первый тайм только по счету. У нас было достаточно опасных моментов, чтобы забивать. Я не скажу, что мы его проиграли. Реально, это было только на табло. И моменты у меня, 2 момента. Настя на первых секундах заряжает в перекладину. То есть у них 1-2 момента, наверное, они все реализовали. Мы достаточно неплохо контролировали первый период. И просто где-то им повезло больше, чем нам. А почему... Ну, и так же и пошло все по нарастающей. То есть мы начали нарастать все преимущества, голевые моменты. И начали их реализовывать. С точки зрения единоборств, сегодня была обычная игра со звездой? Или она как-то выделялась? Единоборств? Да. Стычек, единоборств? Да нет, наверное, все так же, как и всегда. Тут, знаете, футбол, он хорош тем, что каждый играет так, как он умеет. Стычки, какие они есть, такие и есть. Кто-то лучше падает, кто-то находит эти моменты, кто-то наоборот не находит. Кого-то нужно ударить так, чтобы у него уже пятки улетели. И только тогда он упадет. И то встанет, побежит. Кого-то чуть коснуться, он упадет. Это мастерство тоже есть в этом свое. Ты ставила перед собой цель забить 5 мячей, ее выполнила успешно, забила 6. Какую ты цель ставишь на следующий турнир? Хватит. Вот ты, когда начал говорить про цель, и на следующей игре, когда я не забила пенальти, и еще что-то, я такая думала, да хрена, я вообще говорила о каких-то целях или еще что-то. На самом деле, я потом подумала, когда мы с тобой поговорили, я подумала, что, наверное, я неправильно сказала, что именно забить 5 голов, наверное, больше результативного действия произвести за этот турнир, чем у меня было там. То есть, там, гол плюс пас, условно, вот так сделать. И в этом турнире у меня это получилось намного успешнее, чем в прошлом. Вот цель ты выполнила, а своей игрой довольна вообще? Ну, как можно быть всегда, там, довольна своей игрой или все что-то. Есть хорошие моменты, есть не очень, есть моменты, конечно, над которыми нужно работать, да, там. И в целом, в целом неплохо, так могу сказать. Как прокомментируешь личные награды игроков за Интеркап? У нас Шева получила и Бычкова. Ну, Настя очень достойно сыграла турнир, как и прошлый турнир. И когда мне вручили, да, там, эту награду, я сказала, что как бы и без команды, я тогда и команде всей сказала, что если бы не эта команда, то не было никакой награды. И здесь то же самое. Настя очень достойно хорошо сыграла турнир, как и все. Турниры, которые она играет. Вот, поэтому все правильно, все по делу. Варвара забила больше десяти. Да, там, молодец. И тоже было очень много полезных действий от нее, потому что, еще раз говорю, мы играли в этот раз, там чуть-чуть травмы, чуть-чуть еще что-то, пятое-десятое. Нас было не так много. Ты давно в команде и, в принципе, всех знаешь, людей даже из структуры сборной Санкт-Петербурга. Сейчас у нас девчонки играли, которые только входят в «Кристаллы». Что скажешь по их игре и как вообще, как партнеру тебе было с ними играть? Тяжело. Ну, получается, я только не играла с Аленой и Колесниковой. Со всеми остальными, Саней Петровой, там, мы играли в сборную. С вечером мы играли, там, в прошлом году. С хутором тоже, поэтому новенький человек только один был, это Алена. Ну, понятно то, что она молодая, нет у нее такого опыта, ей не так просто. И такая команда, было видно, что ей именно тяжело психологически. Ну, мы попытались ее, да, там, поддержать как-то. Надеюсь, у нас получилось, я не знаю, вот. И неплохо, наверное, для первого турнира неплохо. Она забила сегодня без проблем. Человек забил штрафной, вышел на 30 секунд, забил. Почему нет? Ну, как бы, она свой вклад офигенно внесла. И забила она не только в этой игре. Я не знаю, сколько на нее мячей, 5, наверное, или 6 тоже. Поэтому, я думаю, что дебют у нее очень даже приличный. Да, по времени не так уж, может, много она играла, но качественно. Какие сейчас планы у команды? Я не знаю. Вам ничего не говорили? Мне никто не сказал, какие планы. Мне просто дали вот кубок с шампанскими. Я стою и думаю, какие у нас планы. Хорошо. Ну, был разговор, что будет отдых какой-то, да, там. Может быть, там, неделю, наверное, я не знаю. Скорее всего, так. Какие планы на сегодняшний вечер? Сложно сказать. Там, Варвара что-то орала про какую-то пивную башню, что она там угощает, что она говорит, пошлите там в Кристалл, да, там в ресторан и все дела. Сейчас мы посмотрим, куда она нас поведет. Думаю, будет такое. Ну, мужчины сегодня тоже выиграли. Я сейчас не думаю, что если мы пойдем в трибуну, то мы их там встретим, поэтому даже не знаю. Какие планы? Пока вот такие. Яна Забилова не смогла принять участие в турнире. Хочешь ей привет передать? Передать привет? Да. Да сколько можно ей передать привет? Мы все голы ей посвящали, привет и передавали. Переживали за нее, естественно, там нам ее не хватает. Поэтому, Яночка, давай, мы тебя ждем, выздоравливай быстрее. Там, Варе не с кем пофоткаться, там, что-то поделать. Она уже не знает, она уже одна, там что-то стоит, пыхтит. Не хватает, конечно. Выздоравливаем, тебя ждем. Спасибо большое.